Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я буду рисовать картину маслом. Вот, у нас было три варианта. Сейчас я покажу. Первый я его набросала за 20 минут, пока я сидела ждала врача. Я в нем попыталась отразить все, чем я вдохновлялась, пока рисовала. Вот, потом я пыталась простроить композицию, вот она тут, с перспективой. Акцент на горе, акцент на переднем плане. Я знаю, что нельзя расставлять много акцентов, но это моя картина, я пишу ее как хочу. Вот, ну, в процессе рисования мы, конечно, с вами что-нибудь с этим сделаем. Мы что-то введем в блюр, что-то будет более акцентное, что-то будет более значимое, что-то будет менее значимое. Короче, как обычно. Вот, и третий вариант такой. Тут я прорисовывала, у меня не было ластика, если что, поэтому много лишних линий. И тут я прорисовывала то, как мне было бы интересно видеть эту картину. Но, как вы видите, у нас холст квадратный, да, то есть под него бы эта картина подошла, но это черновой холст. Мы его будем делить на несколько частей, на четыре части, потому что основной холст у нас 40 на 30, по-моему. То есть он не квадратный, он прямоугольный. И нам надо будет сейчас поделить вот так вот нашу композицию на холсте и начать рисовать. Мы выбрали второй вариант, вот этот, потому что композиционно он более верный и более интересный. Так, как я давно это не делала, я тут создала палитру из картонки, масленочку новую купила себе, немножко новых красок, потому что старые я либо не смогла открыть, либо они засохли. Но красок тут довольно много, вы не видите, ну, сейчас я вам, короче, буду это показывать. В этот раз я буду писать на масле виноградных косточек, которая у меня просрочилась. Как известно, в живописи просроченное масло, как бы оно не котируется. Ну, как не котируется, я имею в виду то, что оно, им все равно можно писать, короче говоря. Блин, как же прекрасно с железной масленкой все это делать. Я надела кофту, которую не жалко испачкать, поэтому не обессудьте. Я не тот художник, который аккуратный, я тот художник, который все нафиг вокруг измажет. Поэтому в комнате я не пишу. Я пишу исключительно на балконе. Я беру кисть, которая у меня засохла еще, когда я училась в Фидоскино. Холст я пыталась разу резать, у меня опять трясутся руки. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok